Приветствую вас! Сразу хочу сказать что если на мой ответ вы захотите написать дополнение, то пожалуйста известите меня об этом в личку потому что по-другому дополнение посмотреть нельзя только если к вам вопрос не зайти, но как бы зачем это нужно если я уже ответил например Итак, навязчивые мысли это всегда признак невроза синдрома вытесненных желаний в вашем случае то что вы выдумываете себе мысли выдумываете себе болезни это признак истерии истерия можете почитать об этом в интернете вот истерия это болезнь когда человек не просто выдумывает себе болезнь но когда он его действительно у него действительно начинает болеть у него действительно есть боль он чувствует эту боль но ничего нет никакой реальной болезни нет психиатрии это называется истерия и истерия это как правило непринятие человека себя таким какой я есть какой он есть непринятие себя и соответственно потребность во внимании болезненная потребность во внимании вот дальше дальше вы в своем дополнении вы писали о том что ваша мама говорила вам во первых она вас ругала во ну потом часто наверное ругала и говорила что любят только хороших и послушных девочек то есть она создавала некую условность любви условность принятия вас и вы все время пытались быть хорошей и послушной девочкой соответственно в себе из-за этого вы копили обиду боли и негатив наступали на горло своим потребностям своим желанием необходимости быть собой и из-за этого у вас и была навязчивая мысль сделать то что вам запрещали потому что вас по сути дела подавляли что касается мистического то что вы поняли мистического это говорит о довольно отстраненной матери и соответственно психотическом типе личности вашей то есть психотический тип это нуждаемость в наставнике нуждаемость в учителе нуждаемость в ком-то кто бы направлял вас в ком-то кто бы ммм ну в ком-то кто он как-то учил учил вас вот ну а дальше по поводу болезни вы пишите что мама вам в периоде болезни давала очень много любви а видимо в других моментах нет и теперь вы ммм придумываете себе болезни и используйте такой механизм для того чтобы получить получить повышенное внимание возможно и врачей поэтому если боитесь потому что врачи вам скажут что никакого заболевания у вас нет вот как бы разоблачат вас это действительно будет стрессом и если вас разоблачат то получится такая неприятная ситуация что вы потеряете средства для того чтобы получать любовь вам больше никто не поверит понимаете да? вот что касается смерти смерти близкого человека ну вот тут конечно как то интересно вы пишете то есть если вы в детстве придумывали себе болезнь то как кто то не очень вязет с тем что вы пишете что навязчивые мысли появились еще после смерти близкого человека они у вас были просто смерть близкого человека подтолкнуло вас к более активному использованию этого возможно но более активное использование связано только с тем что близким человеком ушло внимание к вам а другого способа получить это внимание у вас нет так вот болезнь я выдумывал себя для чего чтобы получать повышенное внимание чтобы получать любовь я не знаю для чего чтобы не жить спокойно или потому что боюсь заболеть не потому не потому не потому не потому я сказал для чего усиливается усиливается от снов которые я воспринимаю как пророчество когда из родных кто-нибудь болеет ну опять же здесь у вас психотический тип то есть мистификация мышления это всегда немножко дерзкое мышление дерзкая позиция соответственно ненаученность отсутствие научения взрослому критическому учлению это то что вам нужно развиваться в себе критику здоровая такая конструктивная критика критики живые скорее всего боитесь потому что критика у вас была только только деструктивная какой-то позитивной критики не было и соответственно вот именно по этой причине вы и мыслите так вас не воспитывали критическое мышление вас воспитывали в подявлении только вот что я могу сказать психоаналитическая психоаналитическая работа вам рекомендуется регулярная 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 работа с психологом выбирайте любого из тех кто на ресурсе либо к отчеству записывайтесь и работайте с психологом на ресурсу на ресурсу на ресурсе на ресурсу на ресурсе Никакой Абсолютно А реальное выдерживает Подтверждается фактами Желаю вам всего самого доброго и удачи